18.30 в Новосибирске и области в эфире вечерние новости в студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте и коротко. Буквально несколько кадров о главном и интересном. Строителям помогут информационные технологии. Что такое цифровой двойник здания и как он помогает скорректировать проект? Зимняя сказка с печальным концом. Почему городские власти решили снести снежные скульптуры в центре Новосибирска? Микробы и бактерии выживают даже на высоте в 11 километров. Специалисты проанализировали данные, которые собрала летающая над Новосибирской областью лаборатория. В регионе приступили к строительству ледового центра, который полностью спроектировали с применением технологии информационного моделирования. В чем преимущество БИМ-моделей, сегодня рассказали застройщики и эксперты. Пока экскаваторы только начинают рыть котлован под сваи нового ледового центра Стрижи, в цифровом варианте уже готов проект здания. Учтено все. От небольшого винтика до погодных условий и просадки грунта. Это и есть БИМ-технологии. С применением которых в скором времени должны будут возводить все крупные инфраструктурные объекты. Преимущество системы оценил глава региона Андрей Травников. Причем этот цифровой двойник начинает сразу же жить с момента окончания проектирования. Он живет в ходе строительства. Все изменения, которые здесь происходят, запланированы или не запланированы, выявлены, например, тем же дроном, который мы сегодня видели, они находят отражение в этой цифровой модели. Это, по сути дела, дает выигрыш и в ходе строительства, и выигрыш, самое главное, в ходе эксплуатации. В центре возведут две арены международного стандарта. Оба поля будут соответствовать техническому регламенту КХЛ, обещают застройщики. В десяти минутах от будущей ледовой арены возвели здание новой поликлиники. В каждое отделение, взрослое и детское, запроектирован отдельный вход, чтобы потоки не пересекались. Из комнаты здорового ребенка, она находится напротив лифта, для того, чтобы родители со здоровыми детьми приходили, получали справки, какие-то необходимые выписки, чтобы не сидеть в общей очереди. И так, чтобы тем самым разделить потоки больных и здоровых и тишек. Приема пациентов почти все готово. Осталось установить новенькое оборудование. Все узкие специалисты – невролог, кардиолог, эндокринолог, гастроэнтеролог и другие – в одном месте. Это и работа поликлиники, это и травмопункт в перспективе круглосуточно работающий. Это такие достаточно два мощных дневных стационара для детей и для взрослых. Это мощнейший блок диагностики. То есть, направлять пациентов для какой-то глубокого обследования в областные или федеральные центры потребуется только в крайних, в редких случаях все возможности здесь есть на месте. Прием пациентов должны начать уже весной. А это примерно 25 тысяч жителей микрорайона. В этом году строители обещают сдать в Новосибирске еще три новых поликлиники в формате современных медицинских комплексов. Андрей Баев, Дмитрий Злобин, Новости ОТС. Спиленные деревья, сломанный остановочный павильон. История с незаконной стройкой на Владимировской улице получила продолжение. Новости ОТС рассказывали, что аппетиты застройщика на этой территории не могут уменьшить ни мэрия, ни надзорные органы. Александр Попов продолжит тему. Именно мэрия в свое время отдала землю под возведение нестационарного объекта. И на небольшом участке развернулась масштабная стройка. Хотя для подъезда техники даже технологическую дорогу не предусмотрели. Мало того, что строительная техника заезжала здесь по тротуару, теперь еще и вырубили несколько деревьев. Попутно повредив соседний остановочный павильон. И все это без разрешения, да еще и на муниципальной земле. Жители говорят, не надо быть детективом, чтобы понять, кому именно нужно было ночью на оживленной улице спиливать клёны. Мы предполагаем, что это застройщик, который приобрел в прошлом году землю. Как мы предполагаем, так как в некоторых условиях для проезда на их территорию, это деревья им мешало для проезда крупногабаритной машины. При этом еще в декабре мэрия запретила группе компаний СОБЕР въезд на площадку. А надзорные органы проверили соблюдение выданных коммерсантам разрешений. Однако за день до приезда комиссии застройщик постарался навести порядок. Под дно котлована было спилено свайное поле. И чтобы вот эти сваи потом восстановить, накрытые материалом и тонким слоном забетонированы. Сверху присыпано щебня. Когда инспектор приехал с проверкой с прокуратурой, естественно, они ничего не обнаружили, только котлованы. А прямо во время съемки на территорию привезли опалубку. Опалубку для этой стройки привезли. На приготовление к возведению нестационарного объекта или павильона это вряд ли похоже. Поначалу жители даже находили объявление от риэлторов о строительстве здесь пятиэтажной гостиницы. Потом магазина на 600 квадратов. Я не строитель, но судя по котлованам, которые уже больше полутора метров, то здесь можно поставить и два, и три этажа. Пока никакие запретительные меры не работают. Однако сейчас новый виток противостояния. Мэрия определила ущерб от повреждения остановочного павильона, испиленных на муниципальной территории деревьев и обратилась в полицию. Александр Попов, Антон Мамаев, новости ОТС. Продолжаем выпуск. Не дотянули даже до конца января снежные скульптуры в Первомайском сквере. Городские власти решили снести раньше срока. Причина – погодные условия. Оттепель еще на прошлой неделе изменила внешний вид снежной композиции. Можно сказать, обезобразила. Отдельные элементы подтаяли, облик исказился. Кроме того, в ночь на крещение арт-объекты подверглись нападению вандалов. Большая часть работ восстановлению не подлежит. Этот факт тоже пришлось учитывать при принятии решения о сносе снежных скульптур. Добавлю, что очередных природных аномалий температурных качелей синоптики пока не прогнозируют. Третья декада января и первая половина февраля в Сибири будет умеренно морозной. В ближайшие дни температура воздуха в мегаполисе опустится до минус 24 градусов, по области – до минус 27, что вполне привычно для зимы в наших широтах. Рекордные минус 40 по Цельсию и ниже, скорее всего, в этом году мы так и не увидим. И смотрите дальше в нашем выпуске, как продвигается строительство школы в центре Новосибирска. Ученые предлагают аграрии, выбирают речь о новых разработках. И памяти Владимира Высоцкого арт-фестиваль в столице региона. Подробности расскажем. Оставайтесь с нами. С опережением графика строительства школы 54 в Центральном районе идет ускоренными темпами. Сэкономили уже два месяца. Оперативно возводят стены 2-го и 3-го этажей. Ксения Петренко о том, когда объект сдадут в эксплуатацию, есть ли сложности на объекте. Эта школа рассчитана на 250 детей в одну смену. Здесь будут просторные спортивные актовые залы, столовая, большие классы. Строители торопятся, идут с опережением графика примерно на два месяца. Сейчас уже возводят второй и третий этаж. Строительство школы 54 начали в августе прошлого года на месте старого здания. Тогда-то рабочие столкнулись со сложностями. Участок небольшой, а здание школы должно отвечать всем современным требованиям. Жилые дома вокруг осложняли задачу. Да, объект необычный в связи с тем, что находится в такой стесненной площадке, где вы видите одна дорога Крылова, другая там Мичурина. И расположить такую школу было сложно. И сейчас вы видите, башеный кран стоит прямо вдоль дороги и так далее. Вот для строителей сложности. Сейчас заливают стены и укладывают кирпичные перекрытия. К весне обещают подвести четырехэтажное здание под крышу. Дальше займутся остеклением и внутренней отделкой. Кстати, власти ставят задачу восстановить исторический облик фасада старого здания школы 54. Были приняты специальные меры для того, чтобы сохранить те пану, которые на фасаде школы были. То есть с них снята копия. Здесь поучаствовал университет нашей архитектуры в этой работе. И мы восстановим. У нас есть возможность восстановить полностью, поскольку в цифровом формате вот копии эти есть. И восстановим эти барельефы. Ввести в эксплуатацию школу намерено к сентябрю 2023 года. Кроме того, уже завершили работы еще на нескольких городских объектах. 219-я на родниках достроена. Сейчас ждут лицензию. Буквально в этом месяце ожидаем получения акта ввода нам, так говорят строители, по гимназии номер 3. Новое здание тоже, да, на 1100 мест. Как и гимназии 3, школы на 6 микрорайоне, также проектной мощности 1100. Ведутся работы по школе 220. 220 – это европейский берег. Конечно, очень востребованная школа. Мы ждем эту школу и ждем с надеждой к началу нового учебного года. А также в рамках государственно-частного партнерства в этом году начнут строительство шести школ в густонаселенных районах мегаполиса. Ксения Петренко, Алексей Баженов, Новости ОТС. Самолет – лаборатория в воздухе. Ученые измерили концентрацию парниковых газов и микроорганизмов над юго-западной Сибирью. При анализе газообмена между почвой, атмосферой и состава аэрозольных частиц пришли к выводу, что над некоторыми населенными пунктами воздух сильно загрязнен. Так, над Искитимом, даже на высоте около 8 и 11 километров, есть микробы, бактерии, вирусы и грибы. В этих слоях атмосфера, они находятся в замороженном состоянии, но, опускаясь на землю, оживают. Аналогичная ситуация и над Новосибирском. К работам подключили специалистов из научного центра «Вектор». Основные опасения ученых, конечно, связаны с летним ростом концентрации СО2 в пограничном слое, там, где его должны поглощать растения. Специалисты акцентируют, наши леса с каждым годом все меньше способны нейтрализовывать газы. Аграриям области помогут новосибирские ученые. Сегодня главам районов рассказали о новых перспективных разработках. Специалисты ждут запросов от руководителей муниципальных образований. Научные лаборатории готовы сотрудничать и решать конкретные проблемы. Сергей Толмачев расскажет, какие именно. В этом хозяйстве Куйбышевского района разводят геррифордов. Хорошая порода, морозов не боится и мяса дает много. Но дорогая, да и закупать бычков производителей приходится в Нидерландах. В аграрном университете решили, все это можно удешевить, если селекцией заниматься в Сибири. Сегодня мы заключили соглашение еще не только с Новосибирской Аграрплевной, но и АО Московской. Это лидером сегодня в России, который занимается созданием быков. И мы совместно с ними создаем быков для нашего региона, потому что возможности в Новосибирске достаточно ограничены. В нашем регионе уже год работает Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр, главная задача которого – быстрое внедрение собственных разработок. Таких организаций в стране всего 15, и результаты уже впечатляют. У нас за год было разработано и передано для внедрения в производство 1230 новых технологий и высокотехнологичных продуктов. Общий объем научно-технологических работ НОЦ превысил 24 миллиарда рублей. И было создано 4874 новых высокотехнологичных рабочих мест. В разных районах области нужно решать разные задачи. Для Юго-Запада создавать удобрения, эффективные в условиях Кулундинской степи. В Новосибирске – культивировать растения, способные поглощать вредные выбросы. На Востоке, где много болот, бороться с засилием комаров. Областные власти поддерживают инновационные разработки, в том числе деньгами. Наше финансирование составляет из областного бюджета до 3 миллионов рублей в год. Такое же паритетное финансирование надо предусмотреть и собственных средств. И учитывать, что при этом не менее 20% собственных средств направляются заявителям на научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, выполняемые совместно с научными учреждениями. От глав районов области ждут предложений. Что именно необходимо на местах? Средства для улучшения плодородия, или борьбы с вредителями, или ветеринарной помощи. И уже после мониторинга запросов ученым поставят новые задачи. Сергей Толоманчев, Константин Минин, Новости ОТС. Пятый международный арт-фестиваль памяти Владимира Высоцкого пройдет в Новосибирске форум. Я только малость объясню в стихе. Проведут сразу на нескольких площадках мегаполиса. В областной научной библиотеке запланированы лекции, концерты, встречи с известными авторами. Там же подведут итоги поэтического конкурса, в котором приняли участие поэты из разных российских городов. Зрители ждут и на музыкально-поэтические вечера, концерты, слэмы и театральный квартирник. Фестиваль продлится до 30 января. Это все новости к этому часу. Информационные итоги дня подведем на канале ОТС в 20.30. Спасибо за внимание. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин